Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это четвертая часть урока по Quixel Mixer. Итак, в предыдущих частях мы создали два ассета Asphalt. Теперь с помощью Bridge, экспортируем их в Unreal Engine и 3ds Max. Как только Вы зайдете в Custom категорию Bridge, Вы увидите Ваши материалы. Чтобы их экспортировать, нажимаем на материал, выбираем Unreal в Application и устанавливаем плагин для Вашей версии, указав папку Epic Games. Перед тем, как экспортировать материал, открываем Unreal Engine и создаем любой из проектов. Как только у Вас откроется сцена, на верхней панели Вы увидите иконку Megascans. Если же у Вас что-то не получилось, пожалуйста, пишите Quixel Support. Нажимаем на иконку Megascans и сразу же выбираем Toggle Always On Top. Чтобы окно программы всегда было поверх всех окон, несмотря на Ваши действия. И теперь, чтобы экспортировать Ваш ассет с Bridge, Вам нужно нажать на материал и затем на кнопку Export. Через несколько минут все текстуры, относящиеся к ассету и сам Instance Material появятся у Вас в папке проекта. Сразу же хочу сказать о возможном баге, который еще фиксят, пока я записываю этот урок. Суть в том, что у Вас иногда может не появляться Instance Material для Custom Surfaces и чтобы это исправить, Вам достаточно зайти в папку Megascans, которая появилась в контент. Затем в папку Master Materials. Выделить стандарт Master Material. После чего в окне плагина выбрать Custom Surface и нажать на иконку стрелки. После данной операции, все кастомные материалы обязательно будут грузиться без каких-либо проблем. Таким же способом экспортируем второй ассет и давайте поговорим о настройках самого Instance Material и Master Material. Как только Вы откроете импортированный Instance Material любого из ассетов, Вы увидите стандартный пак текстур. Но среди них не будет Displacement. Чтобы он появился, Вам нужно опуститься ниже и включить две опции Enable Subdivision и Enable Tessellation. Сразу хочу сказать, что если Вы вернетесь в папку Master Material, то увидите стандарт материал, на основе которого создаются все Instance. Открыв его, Вы увидите все ноды, в которые можно вносить любые изменения, если Вы достаточно хорошо знаете работу с шейдерами в Unreal Engine. Иначе лучше же сюда не заходить. Так вот, почему же я отвлекся и не продолжу рассказывать о Displacement в Instance Material. Я не знаю, какая будет у Вас версия, когда Вы начнете смотреть данный урок. Но в данный момент у меня нет специальных параметров для оптимизации работы тесселяции на расстоянии. Которые в скором времени добавят в новую версию плагина. Если у Вас также здесь будет просто Displacement. То Вам придется добавить несколько параметров для лучшей производительности и настроить затухание тесселяции на отдалении. Русскоязычные пользователи знают, что у меня есть второй канал, на котором я когда-то отвечал на вопросы. И именно на него я загружал урок о старой версии Quixel Megascans и импорте в Unreal Engine. В этом уроке я как раз показывал Distant Based тесселяцию и пообщавшись с support в Quixel, мне тоже порекомендовали добавить ее таким же образом. Я надеюсь, когда загружу этот урок, уже выйдет апдейт и Вам не придется заморачиваться с этими параметрами. Если же все-таки у Вас еще нет ее, я рекомендую поставить видео на паузу и просто повторить положение всех нод. Я не буду рассказывать о каждой ноде, так как это займет кучу времени. Функция оптимизации состоит из нескольких нод, которые Вы видите на экране. И Вам нужно будет ее поместить в True Nodes Enable Subdivision. Также хотел сказать, что если у Вас будут какие-либо вопросы по мастер материал, добавлению этой функции и так далее, то Вы можете написать Quixel Support и Вам помогут со всем разобраться. Например, именно Adnan, который работает над плагином под Unreal Engine подсказал мне все эти настройки и отвечал на любые вопросы, в которых у меня не получилось разобраться самостоятельно. За что ему огромное спасибо. Итак, я возвращаюсь в мастер материал. Выбираю три параметра, которые добавил, плюс один существующий и создаю для них группу Displacement. Компилируем настройки шейдера нажатием на иконку Apply. Открываем Instance Material и если включить опцию Enable Subdivision и Enable Tessellation, то вверху у Вас появится категория Displacement, которую мы создали и там будут 4 добавленные настройки. Также при желании, Вы можете поменять яркость Albedo с помощью Color Intensity. Ее оттенок, вариацию цвета, интенсивность карты нормалей, интенсивность Roughness эффекта и конечно же Tiling. Итак, давайте же начнем создание сета дороги. По рекомендации Adnan, для более-менее хорошего результата, похожего на то, что мы создали в Mixer. Нам нужен plane, разбитый на 4 sub-divo по вертикали и горизонтали. Для того, чтобы создать такой plane, Вы можете использовать Maya или 3ds Max. В Maya нажимаем пробел, выбираем Create, затем Polygon Primitives и напротив plane нажимаем на квадрат. В появившемся окне, делаем размер 200х200 и разбиение на 4 sub-divo. Его уже экспортируем в FBX с триангуляцией и загружаем в Unreal Engine. 3ds Max тоже самое. Тот же plane с разбиением 4х4 и 2м на 2м. Я думаю, на этом этапе у Вас не должно возникнуть проблем. Единственный момент, который я тоже делаю, это немного приподнимаю plane в фронт виде, чтобы в Unreal Engine он не пересекался с ландшафтом. И затем делаю специальные бордюрки, но о них мы не будем говорить в этом уроке. Экспорт делаем в контент, находящийся в папке проекта. Как в Maya, так и в 3ds Max, настройки экспорта в FBX одинаковые и выглядят таким образом. Для Unreal желательно делать одну Smoothing Group и конвертировать в Editable Mesh. Как только Вы экспортируете объект в Unreal Engine, у Вас появится уведомление о его импорте. Нажимаем Import и оставив все настройки по умолчанию, кликаем на Import All. В результате, в той папке, в которую Вы экспортировали объект plane, он появится с одноименным названием. Если Вы его откроете, то увидите уже триангулированный mesh. Как раз то, что нам необходимо. Mesh готов. Приступаем к созданию дороги. Итак, я удалил все ненужное в проекте, оставив лишь объект стандартной платформы, чтобы не потеряться в сцене. Теперь выбираем создание Landscape, нажав на иконку гор и кликаем на Create. Затем выбираем Manage Instrument Edit Splines. Если Вы будете кликать, удерживая Control по поверхности с чекером, у Вас будут создаваться сегменты дороги. Давайте создадим несколько. Теперь вместо стандартных сегментов, Вам нужно подгрузить Ваш ассет с дорогой. Для этого выбираем одну из иконок горы над дорогой. Переходим в Segments. Кликаем на плюс возле Spline Meshes. И перетягиваем наш ассет с дорогой на пустой синий квадрат. После чего отключаем Scale to Width, чтобы дорога была именно того размера, который мы задавали plane. Теперь, если перейти в Place и назначить материал дороги. Вы увидите, что ее текстура имеет неправильное положение и на ней какие-то странные черные полосы. Для того, чтобы повернуть текстуру, снова возвращаемся в редактор дороги и forward axis меняем на Y. Затем перетягиваем материал и запекаем свет простым нажатием на Build, чтобы убрать непонятные теневые полосы. Итак, непонятные теневые полосы исчезли. Но как Вы можете заметить, наша дорога без Displacement. Давайте его настроим. Если включить Wireframe и отдалить камеру, то на дальней части дороги Вы заметите, как уменьшается разрешение тесселяции. При желании, Вы можете поменять расстояние в настройках материала. Достаточно уменьшить Fade Distance. Я обычно ставлю этот параметр равным 1500 и этого мне достаточно. Теперь давайте настроим Displacement Offset. И как Вы можете заметить, для качественного Displacement, который мы видели в Quixel Mixer, такого разбиения на треугольнике недостаточно. Нам нужно увеличить плотность сетки в области бордюра. Возвращаемся в 3ds Max, включаем текстуру и добавляем ребра в его область с помощью Graphite Modeling Tools. Таким образом, получаем такой ассет, который конвертируем в Editable Mesh, назначаем одну Smoothing Group и экспортируем. В итоге Displacement в области бордюры стал намного лучше. Также при желании, Вы можете увеличить значение Normal Intensity и получить более выраженные детали. Теперь, если Вы захотите смешать данный материал с другими, Вам для этой задачи потребуется Blend Material. Который создается очень просто с помощью того же плагина от Quixel. А его созданием и настройкой займемся в следующей части. С Вами был Кривуля Андрей Charly. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Всем мир!